День защитника Отечества Эти слова высечены на могиле Андрея Ахмадулина. В 1995 году он погиб в Чечне. Обычный парень-излюберец, который мечтал управлять БТРом, в один миг стал героем. В ночь с 1 на 2 января он нёс службу на блокпосту. И это было очень удобное время, когда можно было совершить нападение на воинскую часть и уничтожить. И вот он открыл огонь, скажем так, грудью закрыл, поднял тревогу. Он, конечно, был убит. Вот это мальчик. На фасаде 5-й гимназии, где учился Андрей, в марте 2016-го открыли памятную табличку. Не забыт подвиги остальных люберецких ребят, которые навсегда остались молодыми. Рядовой Алексей Маскутов буквально с порога школы отправился в Афганистан. Всегда стоял на передовой. Погиб во время боевой операции. Мемориальные доски с фамилиями люберчан, не вернувшихся из горячих точек, можно встретить в 11 школах городского округа. Память воинов-интернационалистов увековечена и на Аллее славы. У меня такое убеждение, что теперешние молодежь, ученики в школах, старшеклассники, они все сделают шаг вперед. Мы напрасно думаем, что у нас какая-то молодежь такая растет, избалованная. Это неправда. Когда родина позовет, они не откажутся, они займут свои ниши. Сегодня вопросу воспитания будущих защитников Отечества уделяется особое внимание. Большая популярность военно-патриотических клубов и движений тому доказательство. Защитникам Отечества не рождаются. Он воспитывается с детства. Любовь к родине, уважение к старшим, в первую очередь, любовь к своей семье, уважение родителей. Но исходя из этого уже постепенно-постепенно наращивается военно-патриотическая составляющая. Девушек и юношей учат следовать девизу «Отечество, преданность, честь». И у молодого поколения пока есть возможность получить уроки мужества от тех, кто прошел самую сложную страницу нашей истории и показал пример, каким должен быть защитник Отечества. У нас практически каждый человек, который в нашей стране живет, все защитники нашего Отечества. А задача их одна – сохранить мир не только в нашей стране, но и во всем мире. Защитникам Отечества – это отдавать все силы, возможности, знания на служение Родины и народа. Луиза Игязырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.